Мы находимся сегодня с вами в университете МИСИС, как раз в тех местах, где создаются новые технологии вместе с индустриальными компаниями. Если вам легко учиться, значит вы не там учитесь. Или не тому учитесь. Это вы и так уже знаете. Профессиональное образование сегодня становится все более похоже на отрасль экономики. И этой отрасли присущи все классические характеристики отрасли экономики. Она позволит точно инвестировать средства и ждать их настоящего возврата. Уже сейчас есть живой интерес бизнес-компаний вкладывать средства на принципах возвратного финансирования. Многие страны сегодня конкурируют на рынке экспорта образовательных услуг. И Россия хочет быть одним из лидеров этого рынка. И наша задача 425 тысяч иностранных студентов России в 2024 году. Представьте, что эти ребята приедут в наши города. Это ведь не только Москва и Петербург. Достаточно большие задачи стоят перед регионами. Мы знаем, на какие образовательные программы мы можем их привлечь. А вот где будут жить эти ребята? Многие знают, что такое классическое общежитие. Они скачают в комнате, в кухне и все остальные удобства. Где-то в коридоре. От этой истории мы точно должны уходить. У нас уже сегодня есть практически проработанные проекты. Когда частные компании готовы вкладывать собственные и заемные средства для того, чтобы создавать новые университетские кампусы. Не просто место, где люди ночуют. А там, где, с одной стороны, жилое пространство совмещается с инфраструктурой для развития. Ответственность точно, открытость, практическая ориентированность. Учиться точно нужно всю жизнь. Если мы проводим исследования, то это настоящие инвестиции, которые должны вернуться новым продуктам. Государство страхует такие исследования, забирая на себя этап фундаментальных разработок, которые могут закончиться отрицательным результатом. Для науки это, в общем, тоже результат, для бизнеса это не очень. Вот задача уже прикладные разработки. Проводить в интересах компаний, когда компании выступают с заказчиками. У нас сегодня есть такие практически, уже практические контакты. Когда вначале приходят руководители, собственники, организации говорят, знаете, мы бы хотели в рамках импорт замещения создать здесь примерно что-то такое, что мы закупаем за границей. Если мы успешно нашли формы сотрудничества, адекватная реакция, научного сообщества, университеты включились, через год-два разговор меняется. Они говорят, не-не-не, нам такой уровень же не интересен. Мы пока будем создавать мир, идет вперед, давайте поднимем планку. Я говорю, вот это уже разговор. Образование вообще должно быть интересен на тех, кто хочет обучаться, неважно сколько ему лет. Большой вызов сегодня для университета. Это взрослые люди. Те, кто получали образование достаточно давно. Запрос людей, конечно, будет на дополнительные образовательные программы все время увеличиваться. Важно, чтобы, с одной стороны, университеты этим воспользовались и могли предложить такой набор образовательных программ. С другой стороны, необходимо создать и инфраструктуру, экосистему, которая позволяла бы найти быстрый ответ на вопрос, какую компетенцию я хочу получить и где она сегодня представлена. В рамках национального проекта мы сегодня создаем такое программное обеспечение, которое позволит работать как навигатор. Инвестиции может делать работодатель, мудрый работодатель, школьников, студентов и так далее. Но каждый человек, в этом смысле, должен понимать, что его будущее – это его личная ответственность. Какие-то компетенции работателю, может быть, не нужны. Но они нужны самому человеку. Многие из нас имеют водительские удостоверения. Я думаю, что большинство заплатили сами, проходя эти курсы, заплатили государственную пошлину, сдали экзамены. И, в общем, это никак не связано с их производственной практической деятельностью. То же самое вопрос может быть с языковой подготовкой. Это тоже инвестиции каждого в себя. В конечном счете, мы должны понимать, что время – это ресурс, который мы инвестируем. Из того, что я перечитывал по много раз, наверное, это и будут самые любимые. «Онегин. Мастер. Маргарита». Вот прямо сейчас открытая книжка. Это Анна Каренина. Была интересная практика. Решил поднять уровень английского. Пришел ко мне преподаватель и говорит, «Ну, английский вы же, в общем, как-то знаете. Давайте немножко нестандартный подход». И мы день учили испанский. Чтобы не было ошибки с прошлыми, с базовыми знаниями, вот просто на чистом листе вообще работает все. Теперь закрыли испанский, и с понедельника вернемся к английскому. Помогло. Два часа занятий, по-моему, сто слов испанских у меня было в обиходе. Фантастически, мне очень понравилось. Друзья, учитесь на протяжении всей жизни и смотрите блоги РБК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова